Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Хорошо, мы остановились на сокровищах сердца, и мы сказали, что что руководить нашим сердцем формирует наше поведение, последнее, правильно, то есть небольшая иллюстрация, но вот предполагаем бумажка валяется, то есть я иду, валяется бумажка, в принципе валяется и валяется, а вот если я беру 20 шекелей, я иду, иду, 20 шекелей, вряд ли я просто пройду, то есть я как бы меня, то есть я пущусь на колени, я посмотрю. Вопрос, что такого вот в этой бумажке, что такого ценного, то есть моя реакция, мое поведение изменилось в соответствии с чем? Почему мои руки потянулись к этой бумажке зеленой, что в ней особенного? Есть некая ценность, есть некое сокровище. Мы понимаем, что мое поведение, то есть я пройду мимо бумажки или не пройду мимо бумажки, зависит от того, от ценности этой бумажки, от сокровища, от того, что важно. И это ключ, в общем-то понимание сокровища ключ к пониманию человеческого поведения. И у каждого человека есть сокровище, и это сокровище опять же определяет поведение человека. То есть вот у меня есть такая шкатулочка в виде сердца, и у каждого человека есть, смотрите, разные сокровища. Мы все сделаны из одного теста, и в общем-то у нас у всех есть похожие ценности сокровища, но каждый тяготит к чему-то конкретному, и определенные вещи, то есть у людей есть ценности, которые формируют их поведение. Вот, например, в шкатулочке сокровища есть такая штучка, что это? Таблеточка. Что значит таблеточка? Что это обозначает? Какую ценность это обозначает, сокровище? Это такой образ, да? Это образ здоровья, то есть у человека есть ценность здоровья. Скажите, каким образом здоровье будет определять поведение человека? Что будет делать человек, у которого есть огромное желание, стремление к здоровью? Как будет выглядеть, скажем так, поведение этого человека? Что он будет делать? Скажите, сокровища… Вести здоровый образ жизни, хорошо, что еще, как это повлияет на разные сферы его жизни? То есть сокровище повлияет на разные сферы жизни, что он будет смотреть по телевизору? Спортивный, или, например, передача о том, как фитнес, здоровье. Что он будет искать в интернете? Информацию о правильном питании, как улучшить свое здоровье. На что он будет тратить свои деньги? На здоровую пищу, на клубы, фитнес-центры и так далее. То есть то, что ценно очень, будет определять, влиять на все. Вы увидите это, да? Мы видим этих людей, мы все хотим, то есть это нормально иметь здоровье, но есть люди, у которых они… это их сокровище, и оно определяет их поведение, они будут тратить огромные деньги на вещи, которые с этим связаны. Другой человек, у него сокровище есть нечто другое, что это такое? Это ключ от квартиры, ну или от машины, например. Что это обозначает, какое сокровище? Недвижимость или собственность какая-то, да? Если это моя ценность, то как она повлияет на мое поведение? Как вы увидите человека, у которого есть… он движим этой ценностью, а? Но это уже последствия, да? То есть человек будет, например, он будет пахать, он будет делать все, работать, очень много работать, чтобы заработать на хорошую машину, например, да? Он будет готов даже свое здоровье в чем-то гробить, но главное, чтобы у него появилась хорошая квартира или хорошая машина, да? То есть его сокровище будет влиять на его поведение, на что он делает, на что он инвестирует, что ему важно в жизни, о чем он будет говорить, о чем он будет думать, какие журналы он будет читать, да? Что будет его беспокоить больше всего, да? То есть он влияет на все. Что это такое? Визиточка, солидная визитка, серьезно, директор регионального развития, очень серьезно, что она обозначает, когда у меня есть визиточка такая, то что, какую ценность она выражает? Серьезный человек, статус, да, статус, то есть для меня, да, то есть человек, который есть визиточка и на ней написано там директор компании или кто-то, это что? Это некое, это положение, да? Это карьера, то есть мне не важно, да, там может быть другие вещи, но самое главное, что для меня важно, это чтобы меня уважали, да? То есть для меня важно мое положение, да? То есть карьера, да, то есть я буду делать все, чтобы инвестировать в карьеру, чтобы подняться по лестнице карьеры, чтобы быть крутым, чтобы стать директором, то есть это вся моя ценность, то есть это будет определять все, о чем я думаю, да? То есть работа, бизнес, я буду ходить в те места, где будут люди серьезные, да, то есть я буду обращать внимание, общаться с правильными людьми, которые меня продвинут и так далее, да? И так далее, то есть других людей какое может быть сокровище, да, внешность их, окей, то есть они думают только о том, как они выглядят, хотят выглядеть, например, мужчины хотят быть там накачанные, крутые, это для них самое главное, да, то есть для них самое главное хорошо выглядеть, все, или женщины, да, то есть внешность, да, то есть все, вот самое главное, все, что она думает, все, что она размышляет, все ее ресурсы, на то, как она выглядит. То есть идея такова, что это сокровище, которое есть в сердце, оно управляет поведением, почему человек поступает так, как он поступает, ответ следующий, он поступает в соответствии тому сокровищу, которое лежит на глубине у его сердца, да? И поэтому, смотря на Марию, мы спрашиваем себя вопрос, что же за сокровище лежит на глубине ее сердца, да? Что управляет ее сердцем, да? Сердце никогда не пассивно и не нейтрально, то есть мы думаем, что ну я иду, да, у меня нет особенных сокровищ, желания, нет, оно всегда есть, всегда. Сердце – это движок, он все время в движении находится, потому что Иешуа сказал, что не можете поклоняться двум господам, это значит, ты всегда кому-то поклоняешься. Что значит поклоняющийся? Смотрите, сокровище связано с поклонением, да? Если у меня есть сокровище, то я что буду? Я буду ему поклоняться, и оно будет меня контролировать, да? Поэтому он связывает, где сокровище, где ваше сердце, а потом говорит, не можете служить двум господам. То есть вы будете служить тому, кто даст вам это сокровище. Это сокровище станет вашим господином. И вы не можете в тот же самый момент кто-то мной управляет. Или в этот момент Бог, мой Господь, или некое другое сокровище. То есть, иными словами, мы смотрим и спрашиваем, Мария, кому ты поклоняешься? Где твое сокровище глубокое, да? Ради чего? Вот вопрос. Ради чего ты поступаешь? Как ты поступаешь? Мы все поступаем ради какого-то сокровища. И наше поведение связано с этим. Когда у меня не было машины, я себе жил спокойно, помню. Ну как бы там, не заботился, ничего. И помню, появилась машина. Опа. И ты уже начинаешь переживать, начинаешь думать. Уже, скажем так, думаешь. Ой, а если что-то с ней произойдет, а если то, а если другое. То есть, как бы оно прилепляется к твоему сердцу. И если вдруг кто-то, не дай бог, там заденет машину или что-то произойдет. То есть, до того, как у меня этого было, то есть, я вел себя спокойно. Но эта машина постепенно, она стала прилепляться к моему сердцу. Так и любая вещь, да? Любая вещь может стать нашим сокровищем, да? То есть, просто иметь вещи, желать здоровья, желать продвижения по карьере, само по себе это не проблема. Но Ишуа говорит, что когда нас становится сокровищем и управляет наше, оно становится нашим господином. И мы делаем все это ради него. Мы заполнили, да, уже? Давайте заполним, сердце не пассивно и не нейтрально. Сердце не пассивно и не нейтрально. Оно всегда активно и пристрастно. Оно всегда активно и пристрастно. Муж и жену идут по магазину, и обычно их интересуют разные продукты, правда? Жена обращает внимание на кофточку, муж на новые шины для автомобиля. То есть, мы обращаем внимание на то, что ценное для нас, То есть, сердце не пассивно. Оно всегда активно и пристрастно. И третье. Человек по своей природе поклоняющийся. Это очень важно. Поклоняющийся. То есть, мы поклоняемся. Поклонение – это не просто петь песни. Ишу говорит, что мы поклоняемся тому, кому мы служим. И в скобочках человек поклоняющийся, в скобочках состоящий в завете со своим господином. Состоящий в завете со своим господином. Поэтому, когда мы смотрим на ситуацию с Марией, то мы начинаем понимать, что в действительности ее покой и желание уважения от мужа стали чем? Это ее сокровище, ради которого она живет. Окей? То есть, по-библейски, в определенном, это стало ее господином. Все ее поведение управляется желанием страстным получить уважение и почтение от мужа. Это то сокровище, ради которого она живет. Это ее глубокое сокровище. Ее поведение определяется вот этим. И оно управляет ею. Оно ее господин. Она служит. Она живет ради этого. Она страстно его хочет. Давайте посмотрим еще сегодня один очень важный инструмент. Мы римляне посмотрим завтра. А на странице 11 у нас есть Якова, 4 глава. Очень интересные библейские очки. Якова, 4 глава. Давайте прочитаем с 1 по 6 стих. Давайте. Откуда нашли все? Откройте. Важно, чтобы вы открыли. Якова, 4 глава, 1-10 стих. Сейчас возьмем это место, опять же, чтобы помочь Марии интерпретировать, что происходит в ее сердце. Первое. Не первое, читаем. Нашли, да? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать. Смотрите, что говорит Яков. Очень интересно. Он спрашивает вопрос, да? Откуда у вас вражды и распри? То есть, откуда вы ссоритесь? Откуда у вас конфликты? И мы сказали, что обычно, как люди отвечают на этот вопрос? Когда их спрашивают, откуда у них проблемы, откуда вражды? Обычно они отвечают, как? Люди говорят, меня достали, мне не дали то, меня обидели, правительство виновата и так далее, и так далее. То есть, люди смотрят на внешние проблемы. И смотрите, что отвечает Яков. Он, как мы уже видели, побуждает нас думать внутрь нас. И он говорит, смотрите, первое слово. Он говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих, где? В членах ваших. То есть, у нас всегда тенденция смотреть на проблемы внешние. Но Яков говорит на что-то внутреннее. Здесь интересно слово вожделение. По-гречески это слово вожделение, есть такое слово, по-русски кто-то знает, гедонизм, что такое, нет? Не знаете, неважно. Это обозначает, есть такое слово по-русски, как мне сказали, это обозначает наслаждение. Вожделение – это сильное наслаждение. И смотрите, что говорит Яков говорит, вроде неразумную вещь. Он говорит, откуда у вас, говорит, распри? И затем отвечает, не отсюда ли от вашего наслаждения? То есть, это слово обозначает примерно, знаете, как переводится с гречески, как такое состояние, когда конфетка тает в губах. Понятно? Такая сладость, конфетка такая тает, жажда наслаждения, гедонизм. То есть, достаточно странная мысль. Мы понимаем, что у меня с кем-то конфликт, я ссорюсь с кем-то, я злюсь на кого-то. Спрашивается, а при чем тут наслаждение? То есть, он говорит, откуда у вас вражды споры? И раз, он говорит, не отсюда ли от наслаждений? Хочется спросить, что за идиотский ответ? Откуда наслаждение? То есть, я вообще сейчас не думаю о каком-то удовольствии, не думаю о наслаждении. Но в действительности мы должны понять, что каждый человек стремится, у него есть определенное желание. Желание – это всегда нечто, что приносит нам наслаждение. Теперь, у одного человека это может быть физическое удовольствие, у другой человек это может быть что-то другое, например, а если вы мне предложите сейчас попить водки, ну как бы, я скажу вам, для меня такого наслаждения нет, предложите мне, что еще, например, сладкий пирог из, как это называется, Наполеон, ну как бы тоже, скажем так, для меня это не будет наслаждением. Но если бы, например, погонять на классной машине тоже никакого удовольствия вообще, я ездить не люблю на машине, да, интересную книгу, скажем так. Но если вы скажете, что я самый великий учитель, который когда-либо приезжал к Одессу, вот тогда, вот тогда, то есть для меня это будет великое наслаждение. И если только в конце семинара, то есть вы не скажете, что я самый великий учитель, то это будет огромным, огромным для меня огорчением, да, то есть для кого-то это вообще как бы не так и важно, но почему мы так, наши лица расплываются, когда нам дают комплименты, почему я огорчаюсь, когда меня не хвалят, потому что я так сильно жажду, окей, получить это наслаждение, да. Для одного это будет кайф наркотиков, другой кайф секса, для третьего кайф пирогов, но для кого-то особенным образом будет, что его похвалят, да, или его назовут самым умным человеком, и он получит, и он живет ради этой Нобелевской премии. Другое будет, женщина, все, что вы хотите, здесь много вещей, да, поэтому Яков говорит, что причина конфликта, да, давайте запишем, первое, любовь к наслаждению и суть причина вражды. Любовь к наслаждению. Любовь к наслаждению. Первое, любовь к наслаждению, есть суть причина вражды. Стремление получить, есть причина конфликта. И второе, основная проблема не внешняя, не внешняя, когда кто-то кого-то разозлил, а внутренняя, а внутренняя, руководящие, руководящие нами желания, руководящие нами желания. Проблема не в том, что меня разозлили, мне не дали то, что я так страстно хотел, мне не дали уважения, мне не дали похвалы, мне не дали, чего я думал, что я достоин, у меня есть желание, и оно не удовлетворено. Я хотел получить наслаждение этого, мне не дали. Я хотел покоя, а мне его не дали. Я хотел уважения, я хотел любви, но я этого не получил. Дальше. Дальше мы читаем послание Якова следующее. Он говорит, не отсюда ли, он говорит, а желания ваших воюющих, смотрите, в членах ваших. Эти желания, оказывается, воюют внутри нас, воюют. То есть происходит война, внутри нас есть раздирающие нас желания. Теперь, давайте подумаем, какие есть стратегии ведения войны, как вы думаете? Когда одна страна хочет воевать с другой, то скажите, как можно воевать? Как можно воевать? Какие есть ведения войны? Можно воевать открыто, то есть можно воевать, конкретно нападать, то есть война может выглядеть, например, как Сталинград. Что такое Сталинград? Военные действия, огонь все плавится, взрывается. Поле битвы. Можно воевать как еще? Из-под тяжка. Партизанская война. Может быть, какая еще война? Может быть, война, например, что было в войне? Войне информационная. Смотрите, что, например, в Сталинграде была война такая видимая, в это же время в Ленинграде была война? Была война, она была видимая? Такая же, нет, но это было что? Это была блокада. Это была блокада, да? Мать говорит своей дочке, не молчи на меня. Не молчи на меня. То есть дочка ведет войну, да? Или жена говорит мужу, сколько ты можешь молчать на меня, да? То есть война может выглядеть вот таким образом. И сейчас я вам поставлю, как может выглядеть война желаний, как Сталинградская битва. Сейчас, секундочку. Кто знает, где на телефоне то, что скачано? Грег? Да. Я уже давно, да? Implications. Где файлы? Папка там, папка. А? Где папка? My files. Да. Доноот. Отлично. Окей, тогда сделаем тишину. И послушайте, как может вестись война? Я вижу объект. Привезти войска в полной готовности. Давайте только тихо. Противник собирается атаковать. Приготовиться к бою. Отрезы в стилении коммуникации. Ты со мной никогда не разговариваешь. А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь. Начинаем массированную бомбардировку. Говорила же мама не выходить за себя. Почему не послушала? Артиллерия в бой. Да ты и сама тот часочек, как твоя мамочка. Почему я только я раньше этого не увидел? Контр-атака. Оставь мою мать в покое. Контр-атака. Да ты сама ее первая вспомнила. Перекрестный огонь. Нет, это ты первый вспомнил. Ты первый. Нет, это ты. Ты, 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 ты. Снайпер пошел. Да я вообще не уверена, что ты верующий. Снайпер, контр-атака. Кто бы говорил, свет тоже нашлась. Как ты можешь так говорить? Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере. Перекрестный огонь. Нет, это ты, дорогой. Нет, ты первая. Ты, 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 ты. Подсчитать потери. Ты меня сильно обидел. Подсчитать потери. Ты тоже меня обидел. А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась? Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила. Чем? Не помню. Прости, что я говорила, что ты ведь неверующий. Противник сложил оружие. Прекратите огонь. Давай посмотрим, можем ли мы решить наш спор, как верующие люди. Противник согласен на мирные переговоры. Все можем в укрепляющем нас Иисусе. Произведено на радио новая жизнь. Окей. То есть, смотрите, что происходит. Война всегда на уровне желаний. И самое главное орудие какое у нас есть? Язык. Язык, да? То есть, сердце как бы говорит, держись, я сейчас буду тебя атаковать. Окей. И мы используем разную артиллерию, разную боеголовки, танки. И мое сердце говорит, или ты дашь мне получить то, что я хочу, или не стой на моем пути. Я хочу что-то очень сильно. И когда я гневаюсь, когда я раздражаюсь, то это в действительности мое желание что-то сильно получить. Теперь, это может выглядеть как Сталинград, но может быть, выглядеть как блокадный Ленинград, когда муж... То есть, конфликт может выглядеть так. А может, приходит так, женщина приходит домой, например, да? Вот она, посмотрите, приходит домой. Это война? А что я сделал? Я не накричал, я не... Я всего лишь чуть-чуть поднял выше. То есть, я иными словами говорю, что не мешай моему покою. То есть, не мешай моему покою, но я не буду кричать, я не буду орать, да? Но я сделаю все, чтобы никто не притронулся к тому сокровищу, которое у меня есть в моем сердце. И Яков говорит, что ваши споры и конфликты из-за сильнейших желаний. Теперь, война, желания, которые воюют внутри нас, могут выглядеть как очень яркое что-то. Но очень часто мы, зная своего противника, мы ведем партизанскую войну. Теперь, смотрите, что Яков дальше говорит. Он говорит следующее. Или давайте заполним третий пункт. Сердце как бы говорит другому человеку. Или ты помогаешь мне получить эту вещь. Или ты помогаешь мне получить эту вещь. Или ты стоишь на моем пути. Или ты стоишь на моем пути. То есть, сердце требует. Сердце чего-то постоянно требует от другого. И тогда берегись. И смотрите, что говорит Яков. Вы просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Здесь интересно. Нам кажется, что Мария может спрашивать. Господи, да. То есть, что здесь плохого? Что, например, Мария приходит и говорит. Боже, дай мне хорошего и любящего мужа. Вроде бы в этом желании ничего плохого. То есть, помните, тот, этот душепопечитель первый вначале. Ничего нормально. То есть, она пришла на душепопечение с тем, чтобы помогли, чтобы муж ее любил. В конце концов, чтобы он ее уважал. Изменить мужа. То есть, она хочет любящего мужа, который будет любить ее и уважать. Но в чем проблема? Здесь Яков говорит, вы просите и не получаете. Потому что получаете на что? Не на доброе. И это выглядит так, что мы просим, чтобы просто пришло удовлетворение моих желаний. Окей? Меня не интересует здесь Бог абсолютно. Меня интересует, Господи, сделай так, чтобы муж исполнил мои желания. Сделай так, чтобы муж... Мария говорит, сделай так, помогите мне, чтобы муж таки исполнял мои желания. И в такой ситуации это выглядит таким образом, что... Теперь, смотрите, давайте заполним четвертый. Сердце как бы говорит Богу. Господи, помоги ему служить моим желаниям. Помоги ему служить моим желаниям. Помоги ему служить моим желаниям. Измени моего ближнего соответственно моим похотям. Соответственно моим похотям. Измени моего ближнего соответственно моим похотям. в общем-то на поверхности выглядит что все нормально что мария просит но по-настоящему она взывает к богу чтобы он помог ему служить так как она хочет и чему она хочет ее желаниями и по хотим ее страсть им до желанию получить удовлетворение от мужа теперь смотрите что говорит яков если теперь его логика следующие какой следующий стих он говорит прелюбодей и прелюбодейцы теперь спрашивается вопрос с какой стати яков называет их прелюбодеями он обращается к верующим людям на к верующим верующим и будет ребята у вас есть говорит конфликты и конфликты потому что вас внутри есть по простому вас есть конфликты конфликты и за желать которые воюют у вас внутри сердца выжил аете но недобро и не получаете бог вам не дает потому что говорит вы прелюбодеи и если вы придете к марии скажете море ты прелюбодейка да подумаешь вас три рога краса на голове какая иван не изменил какая прелюбодейка причем как какая тут прелюбодейка Что плохого? Я не понимаю. Но Яков использует слово «прелюбодей» и «прелюбодейцы». Теперь, кто такой «прелюбодей»? Прелюбодей – это тот, кто… Есть два человека, есть две стороны в Завете. И когда появляется третья сторона, и человек вступает с ней в связь, то он называется «прелюбодеем». Если, понятно, что прелюбодеяние называется духовное, если есть я и Бог, и мой Завет с ним, если я желаю кого-то больше, чем Бога, то это называется прелюбодеяние. То есть Яков, как бы, он очень ясно, скажем так, показывает связь. Он говорит, что когда вы воюете, когда есть эта война желаний, вы прелюбодействуете, вы изменяете Богу. Это то же самое, если бы муж пришел к жене, то есть то, что Мария просит, иными словами, это примерно так. Муж приходит к жене и сказал, дорогая, слушай, можно я, пожалуйста, возьму 600 долларов из семейного бюджета, я хочу поехать в Киев и там погулять с любовницей. Можно я возьму денег из семейного бюджета погулять с любовницей? Зато честно, да. Но когда Мария просит Бога удовлетворить свои желания, Мария говорит, Господи, иными словами, да будет моя воля, пожалуйста, сделай, как я хочу, я очень тебя прошу, сделай, как я хочу. И Яков говорит, вы не получаете, потому что не просит народу, но более того, вы, говорит, прелюбодейцы, говорит, да, не знаете ли, что дружба с миром, говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Какая дружба с миром? Я с миром не дружу, на дискотеке не хожу туда, какой здесь мир? Где здесь мир? Какая дружба с миром? Причем тут дружба с миром? Мы знаем все, что в мире есть, что? Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Яков говорит, не знаете ли вы, что когда вы ищете удовлетворение своей похоти, похоти – это то же самое слово, эпитумия, желание, да, вожделение, желание, страсть, то же самое. Говорит, дружба с миром – это есть желание чего-то больше, чем Бога. Очень просто. Все, что есть в мире – похоть плоти, то есть желания плотские, похоть отчей, глаз и гордость житейская. Сильное желание, которое есть в вас, это и есть дружба с миром. Иными словами, что Яков нам говорит? Яков говорит, что любой конфликт, он какой? Он не просто горизонтальный, любой конфликт, он вертикальный. Любой конфликт вертикальный. Он говорит, вы не с человеком воюете, вы не с человеком боретесь, вы как верующие боретесь с Богом, да. И когда Я желаю, чтобы мой ближний изменился, да, то Я желаю, в конце концов, чтобы исполнилась моя воля и пришло мое царство. И если я не получу этого, то ой-во-вой тебе, мой ближний, я с тобой разберусь. Да. Давайте заполним пятое. Когда и что происходит? Когда какое-то желание начинает управлять нами, это очень важно, когда какое-то желание начинает управлять нами, и в терминах Библии оно становится кем? Богом. Или идолом. Богом или идолом. Потому что что-то или кто-то управляет нашим сердцем и есть Бог. Бог, Библия называет такое действие прелюбодейством духовным или идолопоклонством. Или идолопоклонством. Еще раз. Когда какое-то желание начинает, это подчеркните, это самое главное, управлять нами, то в терминах Библии оно становится Богом или идолом. И теперь вернемся к Марии. Дорогая Мария, мы спрашиваем Мария, и наша задача это помочь Марии увидеть, что происходит в ее жизни. А в ее жизни происходит следующее, что желание покоя и уважения и любви от мужа стало кем? Стало идолом. То есть она живет ради этого. Она хочет использовать мужа, чтобы получить то, что она так страстно хочет. И в действительности это желание стало идолом, и оно начало управлять ею. Оно стало ее Богом, она живет ради этого. И наша задача это помочь Марии сейчас увидеть, что она прелюбодействует. Проблема не с Иваном сейчас, да? Иваном мы разберемся, и Бог с ним разберется. Но она хочет использовать Ивана для себя. Она хочет Ивана, чтобы использовать его для своих идолопоклонических желаний. Смотрите, я понимаю, что оно может казаться немножко странным. И кажется, так в чем проблема между просто простым желанием и идолопоклонством? Что плохого желать чего-то? Давайте сделаем такую таблицу вертикальную. Смотрите, вот здесь у нас есть простое желание. Простое желание, просто я хочу. Просто я хочу. Это где у вас есть место. Просто я хочу. Просто в желании я хочу, нет ничего плохого. То есть очень важно понять, что просто написано, открывайте свои желания перед Богом. И желания боящихся он исполняет. Я хочу жену любящую. Это нормально? Я хочу машину, чтобы ездить хорошую. Я хочу квартиру удобную. Это нормально, да? То есть я прихожу перед Богом и говорю, Господи, отец, я желаю этого. Дай мне, пожалуйста, ты мой отец. И это нормально. То есть желание боящихся он исполняет. Это нормально. Хотеть это нормально, да? Но очень часто эти желания перерастают, да? Они перерастают в то, что называется требование. А требование говорит, я не просто хочу, я должен иметь. Здесь напишем, я должен иметь. Окей? Видите разницу между я хочу и я должен иметь. Господи, я должен иметь хорошую жену. Я должен иметь хорошую машину. Господи, я должен иметь. Я твой сын, я должен иметь. Понятно, да? То есть оно растет. Вот, в какой-то момент это перерастает в нужду. Нужда. Знаете, что такое нужда? Нужда. Нужда что говорит? Нужда говорит, я без этого не могу жить. У меня нужда в жене. Сестра говорит, у меня нужда в мужа. Я все, не выйду замуж, умру. У меня, Рахель говорит, не дашь мне сына, умру. Помните? Что, по-настоящему умрет? Нет, не умрет. Но у нас столько было сильное желание детей. Все, без этого не могу. То есть нужда, это когда мы возводим в желание, в нечто необходимое. Что без этого мы жить не можем, да? Как это? Они должны мне служить? Что за церковь? А что там? Они должны меня любить в церкви? Они должны меня уважать? Я нуждаюсь в уважении? Я пастор? Как это они так со мной разговаривают? Я нуждаюсь как-то? Меня должны уважать? Понимаете, да? Разницу. И здесь как раз момент, когда простое желание становится чем? Начинает обладать мною, да? Оно начинает мною манипулировать, да? То есть желание от простого «я хочу» становится, я нуждаюсь, оно становится идолом в этот момент. Оно начинает управлять мною, да? Оно начинает управлять. Если я нуждаюсь, люди в чем нуждаются? Нуждаются в воде, в еде, да? Если я нуждаюсь в любве другого человека, то я не могу, я умру без нее. Но Бог говорит, единственное, в чем ты нуждаешься? У тебя есть два вида нужда. Это физически, ты не можешь без воды и без еды. И второе, ты нуждаешься во мне, окей? Без всего остального... И вопрос, насколько все остальное в этом мире конкурирует с Богом, да? Потому что, если я нуждаюсь, то знаете, что будет в следующий этап? Следующий этап будет ожидание от другого человека. Вот здесь ожидание, ожидание, ожидание. Ожидание говорит в скобочках, ты должен мне. Понимаете, да? Мария, это нормально желать любящего мужа? Господи, я хочу любящего мужа. Ну, отец, ну, помоги ему измениться и так далее. Но это выросло, я нуждаюсь в этом. Он должен меня любить. И она приходит с этим к мужу. Ты должен меня любить, ты обязан меня полюбить, да? И вся ее стратегия направлена заставить его любить ее, да? То есть она уже движима не любовью к Богу, а желанием получить то, что она хочет любым способом. Ты должен меня любить. И затем идет следующее разочарование здесь дальше. Как? Ты этого не сделал? Как это? Ты не дал то, что мне нужно? Ага. Я тебе отвечу тем же. Я тебе отвечу тем же. Ты не сделал? Будешь наказан. Таким образом мы помогаем Марии и себе интерпретировать ее поведение. Мария, твое поведение движимо сильнейшим желанием получить то, что ты так сильно хочешь. И мы должны привести ее, мы поговорим об этом, к покаянию, потому что Господь должен быть на первом месте ее, да? Он источник удовлетворения. И Бог может не изменить мужа, но ожидает, что изменится ее сердце. И к этому мы должны помочь ее привести, потому что Бог нигде не обещает, что ее муж изменится. Он может никогда и не измениться, да? Но должна измениться она, и должны быть разрушены ее и долопоклонические желания. И завтра мы поговорим о том, что значит это покаяние, что значит изменение, которое должно произойти в Марии. Спасибо за внимание.